В этом особняке на улице Алтынсарина Евгений провел 53 дня. Они были самыми страшными в его жизни, ведь в любой момент парня могли убить. Все закончилось ранним утром 10 июля, когда сотрудники УБОПа вызвали его из страшного плена. Заложник находился в жутком состоянии и в первые минуты боялся открывать глаза. Он просто не верил, что его спасли. Ножом по горлу, когда лезвие водилось, страшно, конечно, думал. Ну, думал, все, сейчас чуть-чуть надавят, прирежут. Ну, говорит, мы тебе новое придумали, глаза мы тебе выжгем и отпустим. Женя был шокирован, когда узнал, что в преступлении замешаны его близкие друзья. Те самые, с тем он отдыхал на даче 18 мая. Они не раз бывали у него дома, делили хлеб-соль и знали о финансовых делах его матери. Содержанная преступная группа из пяти человек, из них трое мужчин взято под стражу, а двое женщин. Под подпиской о невыезде, в связи с тем, что у них несовершеннолетние дети. Они все жители Южно-Казахстанской области, с 78-го, 82-го, 86-го, двое из них, 87-го года рождения. Понятно, что сейчас задержанные всю вину пытаются свалить друг на друга. Четыре недели ко мне приезжают домой Витя с Кристиной. И они стали говорить, что Женя по пьяни проболтался насчет денег. Потом они стали там планы строить, как что выслеживать. Ну вот, в общем-то, на следующий день я вышла к Рашиду Рахимжану, на него вышла. И, в общем-то, когда на дачу поехали, там уже все произошло. Витя, Кристина сели и начали мне эту ситуацию объяснять. Вот, типа, у них друг есть. Говорит, у них скоро деньги много будет, типа, давайте заработаем, предлагает. Мать Евдения пережила не менее страшные дни. Первоначально преступники дважды звонили на мобильник ее подруги и прокручивали запись голоса сына. Он просил отдать преступникам все. Лишь 6 июля похитители перешли к решительным действиям и затребовали миллионы долларов. Я говорю, сидели за одним столом. Женя постоянно в кафе водил их. За его деньги жрали, пили. И вот такое сделать. Твари, говорю, они вообще не люди. Убивать надо таких людей. Что, если дети маленькие, значит, можно все им позволено? Теперь подозреваемым грозит солидное наказание за похищение и вымогательство. Ренат Хамедуллин, Аннат Магайбаев, Константин Калашников, информационная служба телекомпании «Отерар».